Всем привет дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня я хотел бы начать серию гайдов, посвященном классам в Skyforge. Что ж, давайте-ка начнем пожалуй с самого полезного. Перед вами Алхимик. Класс серии поддержки. В любой пати он незаменим, как в рейдах, как на мидеях, на изах, так и в обычных данжиках с 3х3. А на высоком престиже, на высоких уровнях, на тех же аватарах, класс поддержки, как Алхимик, так и ХС, вообще абсолютно незаменимы. Что ж, давайте пройдемся по способностям. Хищная октоплазма. Противника атакуют два сгустка эктоплазмы, наносящие ему урон при контакте. Жрет оно по 600 единиц за применение. Довольно-таки неплохая штука, с учетом того, что Алхимик не дамажит, хотя может использоваться как в ПВЕ, так и в ПВП. Как и все классы поддержки, в ПВП эта тварь абсолютно неубиваемая. Ползающий ужас. Врага атакуют, опять же, два сгустка эктоплазмы, которые наносят побольше урона. В ПВП наносимый урон увеличивается на 20%, и обездвиживание на 3 секунды. Чисто ПВПшный скилл. Расщепление. Алхимик взлетает в воздух, наносит урон при падении и разбрасывает противников. Применяется как в обычных данжах, для того, чтобы немножко разорвать дистанцию, так и на Мидее. На последнем боссе, если его не шотают, то цветки раскидывать может либо Алхимик, либо ульта штурмовика обычная, либо Берс может своим вихрем оттянуть, еще кто. И Монах своей ультой, в принципе, тоже может раскинуть. Токсичный выброс. Алхимик, опять же, взлетает в воздух, делает токсичный выброс, нанося урон, и накладывает эффект именно токсичного выброса. Попрыгунчик. Скилл для мгновенного перемещения. В течение 8 секунд Алхимик может прыгнуть 3 раза подряд. Замедляя при этом врагов на 70% в течение 10 секунд. Защитная мембрана создает щит, блокирующий весь урон, и отражает его в противника. Количество отраженного урона не может превышать 30% от здоровья Алхимика. Эссенция Януса. Уменьшающая скорость передвижения противников. И уменьшает дальность рывков Алхимика в области действия эффекта. Используется, как правило, в ПВП, но редко. Парализующий газ. Алхимик выбрасывает колбу, которая станет всех противников в радиусе на 6 секунд. Используется... Редко, в принципе, используется Алхимиками. Но... На моей памяти парализующий газ был необходим просто на 3 фазе Танатаса. Массовая трансформация. Скилл мне неизвестен, которого я не использовал никогда. Алхимик делает возможность союзникам превратиться в мутантов. Но, в принципе, наверное, интересно. Это обычная трансформация. Алхимик трансформируется в мутанта. И... Наносит урон в ближнем бою. На самом деле, ДД алхимиков я не видел вообще никогда. А эти скиллы именно для ДД алхимиков. Ладно. Биоловушка, которая была понерфлена, к сожалению. Алхимик кидает 3 колбы. Центральная всегда стягивает врагов в точку при попадании. Одна наносит урон. А еще одна на 12 секунд увеличивает получаемый противником урон на 30. И дополнительно на 3% за каждые 10% характеристики шанс картического урона. Довольно-таки интересная штука. Работает всегда. Для новичков я расскажу, как делается баф. Вы кидаете биоловушку. Потом выбираете себе за цель персонажа, которого хотите залить так называемым уроном. Бросаете в него 2 икса. Двоим нажатием. Кнопки X. Инъектом стимуляторов. И даете душ. Энергетический душ. Кнопочкой V. Вот собственно и весь фулл баф. Для людей, которые уже прохаваны. Это не нужно. Да и соответственно ими гайды не нужны. Потому что они уже давным-давно разобрались в своих классах. Я повторюсь, это гайд для новичков. Стандартным скиллом является также защитная оболочка. Это щит, который алхимик накладывает как на себя, так и на своих сопартийцев. В смешке с антиконтролем, по-моему, с экстрактором антиконтроля, этот щит снимает контроль с союзников или с вас. Инъекция стимулятора на 8 секунд увеличивает целевому союзнику могущество на 80%. Также удачу и отвагу на 32. Согласно удаче алхимика. Удачи и духу соответственно. Алхимический терминал. Это временный неуяз. Который в течение 4 секунд будет действовать раз в 60 секунд. Работает он не только на вас. Его могут активировать также и ваши союзники. Ульта алхимика. Это целительная эссенция. Алхимик взлетает в воздух и восстанавливает 40% здоровья всем союзникам в радиусе 7 метров. Но восстанавливается довольно долго. Что ж, вроде бы по скиллам все. По оружию рекомендуется конечно ставить инъект. Который вам позволяет быстрее откачивать иксы. Импульсным зарядом. То есть вы просто бьете мобов и по срабатыванию импульсного заряда у вас быстрее откатываются иксы. И так же либо рекуперант, либо антиконтроль. Это уже на ваше усмотрение. Я ставлю рекуперант. Время восстановления алхимического терминала уменьшается. Согласно восстановлению заряда. Вот такой вот собственно алхимик. Так же еще забыл сказать про кольца. Кольца рекомендуется ставить амбициозного офицера. Они падают на Мидеи. Да и в принципе на Изи. Но кольца рекомендуется все таки выбивать на Мидеи. Потому что это намного удобнее. Как вы видите у меня в цвет такие вот серые. Потому что у желтых старостепенные статы занижены. А легендарным кольцом все таки на алхимиках ставится мерцающий перстень. По причине того что он дает дух. А дух для алхимика это основная стата. Как дух и шанс крита у алхимика должны быть замакшены. Не знаю насколько хорошо получился этот гайд. Возможно я что-то забыл. Но первый блин к омам как говорится. Всем добро пожаловать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите свое мнение в комментариях. Возможно я где-то накосячил. Возможно я что-то забыл. Но это первый гайд. Всем удачи. Всем пока.